Казанский федеральный университет Кириллова Лариса Сергеевна, руководитель направления магистратуры юридического факультета Добрый день И Авдонина Юлия Николаевна, ответственный секретарь приемной комиссии юридического факультета Добрый день Абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета прямо сейчас Ну, а думаю, пока наши зрители займутся подборкой вопросов, вы можете рассказать что-нибудь о университете Добрый день еще раз, уважаемые зрители инсталайфа Сегодня вас приветствует магистратура юридического факультета Если вы к нам подключились, я очень надеюсь, что вы заинтересованы в поступлении на наш факультет Именно на наше направление подготовки 40.04.01 юриспруденция Еще раз отмечу, что я являюсь руководителем направления магистратуры юридического факультета Зовут меня Лариса Сергеевна Скажу пару слов о нашей магистратуре Магистрским программам юридического факультета уже более 10 лет И за это время мы стали одними из лидеров по оказанию образовательных услуг По направлению подготовки юриспруденция по Волжского региона Ежегодно юридический факультет может похвастаться высоким спросом среди абитуриентов И весьма высоким контингентом первокурсников В 2021 году мы рады предложить нашим будущим студентам, нашим абитуриентам 11 магистрских программ по самым разным отраслям, по самым разным направлениям юридических знаний Чуть позже мы озвучим вам, какие же именно профили мы рады вам предложить На данный же момент отмечу, что ежегодно мы проводим мониторинг и запросы рынка труда И ведущие научные тенденции И стараемся отражать их в наших магистрских программах Поэтому будем рады видеть вас И на данный момент с нетерпением ждем ваших вопросов Также хотелось бы предоставить приветственное слово И ответственному секретарю приемной комиссии юридического факультета С которым вы тоже столкнетесь в ходе предоставления документов Авдонина Юлия Николаевна Добрый день, уважаемые абитуриенты Надеюсь, будущие магистранты Мы будем рады вас приветствовать в стенах Казанского федерального университета В приемной комиссии Подача документов у нас начинается традиционно 20 июня Она будет проходить офлайн То есть вы сможете посетить приемную комиссию лично Задать имеющиеся у вас вопросы И определиться точно с поступлением на те или иные направления А мы с удовольствием ответим вам на разные вопросы И будем рады видеть вас в стенах юридического факультета Казанского федерального университета В качестве магистрантов уже первого курса Спасибо Что ж, мы плавно переходим к блоку вопросов И самый первый вопрос, наверное, он самый животрепещущий Очень важный Он был важен для меня, как для первокурсника Это сколько же всего бюджетных мест на магистратуре? Сразу отмечу, что бюджетные места в магистратуре у нас имеются Для очной формы обучения на 2021 год предусмотрено 49 бюджетных мест на конкурсную группу Для заочной формы обучения предусмотрено 40 бюджетных мест на конкурсную группу И сразу отмечу, да как данный вопрос часто возникает у поступающих в магистратуру Деление бюджетных мест по отдельным профилям у нас не предусмотрено Бюджетные места выделены сразу на конкурсную группу Поэтому вы можете спокойно подавать документы на тот профиль, который вам интересен И какого-то квота для каждого из них у нас не предусмотрено На бюджетные места смогут претендовать те абитуриенты, которые наберут максимальное количество баллов Вне зависимости от профиля, на котором они хотели бы обучаться Подводя итог, еще раз напомню 49 бюджетных мест для очной формы обучения И 40 бюджетных мест для заочной формы обучения Но места выделены на всю конкурсную группу по направлению По профилям деление бюджетных мест не предусмотрено Спасибо Вопрос номер 2 Не менее важный А какие магистрские программы у вас есть? Также я безусловно отвечу на данный вопрос Как я уже отметила, предусмотрено 11 магистрских программ Причем в прошлом году мы реорганизовали свою магистратуру И обновили профили На данный момент профили следующие Это профиль антикоррупционная деятельность Выпускающая кафедры, кафедры уголовного процесса и криминалистики Обучение планируется проводить по очной и по заочной формам обучения Профиль европейское и международное бизнес-право Это у нас англоязычная магистрская программа Обучение только по очной форме обучения А профиль международная защита прав человека Очная и заочная форма обучения Для последних двух профилей Выпускающие кафедры выступают кафедры международного и европейского права Далее профиль правовая аналитика Выпускающая кафедры, кафедры теории и истории государства и права Обучение планируется по очной и заочной формам обучения Профиль правовое сопровождение бизнеса Который пользуется всегда большим спросом Выпускающие кафедры, кафедры предпринимательского и энергетического права Предусмотрены очная и заочная форма обучения Профиль предварительное расследование правосудию по уголовным делам Очная и заочная форма обучения Выпускающие кафедры, кафедры уголовного права и кафедры уголовного процесса и криминалистики Профиль судебный юрист в гражданском, арбитражном и административном процессе Очная и заочная форма обучения Выпускающие кафедры, кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса Профиль частное право и бизнес Кафедры гражданского права Очная и заочная форма обучения Профиль юридической защиты прав граждан по уголовным делам Выпускающий кафедры, кафедры уголовного права и кафедры уголовного процесса и криминалистики Очная и заочная форма обучения Профиль юрист в органах публичной власти, очная и заочная форма обучения, выпускающая кафедры конституционного и административного права. И один из наших новых профилей, это профиль юрист в сфере цифровой экономики, это междисциплинарный профиль, межкафедральный, а планируется обучение только по очной форме обучения. Вопрос номер 3, тоже очень важный. Сколько стоит обучение на магистратуре и в каком формате можно проводить оплату? Можно ли платить за учебу по месяцам или семестрам? Также отвечу на данный вопрос. Точную стоимость обучения на 2021 год мы ожидаем в мае-июне текущего года. На данный момент мы можем озвучить вам цифры, которые были установлены для 2020 года приема. Стоимость очной формы обучения составляла 182 тысячи рублей, заочную форму обучения 118 тысяч рублей. Что касается оплаты, то в соответствии с договором о показании платных образовательных услуг, оплата за первый год обучения предусмотрена в полном размере. Причем отмечу, что оплата должна быть обязательно произведена до поступления на факультет и предоставление соответствующих, подтверждающих оплату документов является одним из необходимых условий для зачисления вас на обучение и для включения в приказ. Что касается оплаты за второй и возможно последующие курсы, отмечу здесь к слову, что очная форма обучения 2 года, а заочная форма 2 года 5 месяцев. Так вот, что касается оплаты за последующие годы, то возможно семестровая оплата в соответствии с договором. Благодарю. В чате появился вопрос, раз уж мы заговорили про магистратуру, про оплату и дисциплины, появился вопрос рассказать что-нибудь про бакалавриат. Прошу прощения. Что вы могли бы про него вкратце, лаконично сказать? Ну, так как я выступаю руководителем магистратуры, мы предвидели, тем не менее, что, наверное, инсталайф юридического факультета также вызовет определенный интерес и у лиц, которые хотели бы обучаться на бакалавриате или, возможно, на специалитете. Поэтому мы вдвоем с Юлией Николаевной сегодня здесь присутствуем и Юлия Николаевна ответит на ваши вопросы, касающиеся бакалавриата. Еще раз добрый день. Что касается бакалавриата, на данный момент прием будет осуществляться в 2021 году на очную форму обучения, где, соответственно, 53 бюджетных места, срок обучения 4 года и очно-заочная форма обучения, это вечерняя форма обучения. Студенты учатся в вечернее время, занятия начинаются в 17.50 до половины 9.00. Учатся с понедельника по пятницу, соответственно, суббота, библиотечный день. Также там есть бюджетные места, там 25 бюджетных мест. И обучение стоит, вернее, стоило в 2020 году 121 тысячу рублей, на очной форме 172 тысячи рублей. Может, про ЕГЭ? Также баллы ЕГЭ, которые необходимо сдать. Это русский, общество знания и история. И проходной балл, допустим, на контрактную форму обучения для того, чтобы вы могли поступить и заключить договор, он в том году составлял 170 баллов. Но это было с учетом того, что все-таки была пандемия, и, соответственно, ЕГЭ сдали не очень хорошо, соответственно, и балл был пониже. В этом году планируем где-то 210 баллов на бакалаврят, на контракт. На бюджет же баллов я вам, к сожалению, сказать не могу, но вы сможете на сайте приемной комиссии посмотреть прошлогодние баллы, с которыми поступали абитуриенты, и, соответственно, сравнить потом уже свои возможности. Но только нужно учесть тот момент, что в том году бюджетных мест было меньше, было 28 бюджетных мест, в этом году их 53. Благодарю. Следующий вопрос, я думаю, будет снова адресован вам, Юлия Николаевна. Мы возвращаемся снова к магистратуре. Все про бакалаврят мы поговорили. Как и где будет проходить поступление в магистратуру, и что этот процесс в себя включает? Ну, я начну, а потом Лариса Сергеевна продолжит. Смотрите, для того, чтобы вообще получить статус абитуриента, вам, соответственно, необходимо, во-первых, закончить бакалавриат, получить диплом о высшем образовании, то есть бакалавра. Потом вам необходимо будет подать заявление через систему Буду студентом КФУ, социально-образовательная система. Если вы, допустим, поступали в КФУ на бакалаврят, то, соответственно, вы уже знаете весь алгоритм действий, и ваша анкета, она уже существует, но она существует как школьника. Вам нужно будет заново перерегистрироваться, внести все данные. Заранее это сделать не получится без диплома, так как обязательные поля, там нужно указывать номер диплома, и также прикладывать сканы документов, диплом о высшем образовании, паспорта и заявлений в электронном виде также. У нас сохранилась с того года электронная подача обязательных документов, то есть пока вы электронно не зарегистрируетесь, мы в приемной комиссии вас принять не сможем. Для этого в любом случае вам придется зарегистрироваться, а потом уже к нам прийти лично. Что касается вступительных испытаний, здесь, я думаю, Лариса Сергеевна вам более квалифицированно ответит на вопрос этот. Соответственно, слово пересетили. Да, большое спасибо. К слову о дипломе о высшем образовании, тоже часто такой вопрос возникает. Отмечу, что для поступления в магистратуру юридического факультета не обязательно иметь диплом о наличии высшего юридического образования. То есть обучаться в магистратуре юрфака могут все желающие, вне зависимости от того, по какому направлению подготовки они получили свое первое образование. Это может быть физика, это может быть биология, это может быть экономика, это совершенно не важно. Более того, в последние годы достаточно возрос спрос на юридическую магистратуру именно от представителей неюридических направлений. И они находят для себя интересующих профилей и вполне спокойно обучаются, не испытывая каких-то особых сложностей. Также, что касается подачи документов, тоже говоря о том опыте, о тех проблемах, с которыми мы уже сталкивались, пожалуйста, перед проведением вступительного испытания еще раз проверьте в своем личном кабинете, через который вы будете подавать документы для поступления, что ваше заявление принято. Потому что иногда к нам приходится сдавать экзамен абитуриента, мы выясняем, что в конкурсных списках их нет, потому что при подаче документов они совершили какую-то ошибку, не заполнили нужную графу, и, соответственно, система их не вывела. И очень обидно бывает, что сроки подачи документов, например, на бюджетные места уже проходят, и вот по таким формальным техническим причинам абитуриенты лишают себя возможности претендовать на бюджетные места. Поэтому, пожалуйста, за подачей документов следите и отслеживайте, принято ваше заявление или не принято в системе. Что касается проведения вступительного испытания, скажу следующее. Вступительное испытание в магистратуру у нас представляет письменный экзамен по направлению подготовки. Письменный экзамен проводится офлайн, то есть в аудиториях юридического факультета. Примерная дата проведения вступительного испытания – это конец июля, начало августа 2021 года. Программу вступительного испытания. Программу вы можете ознакомиться на сайте приемной комиссии Казанского университета, также на сайте юридического факультета. Что себе будет представлять сам письменный экзамен? Вы получите билет. В этом билете вы увидите 8 вопросов по разным разделам. Каждый раздел соответствует определенной отрасли права. Из этих 8 вопросов вы выбираете те 2 вопроса, которые вам кажутся для вас наиболее приоритетными. Те 2 вопроса, которые соответствуют содержанию тех магистрских программ, на которых вы хотели бы обучаться. Например, если ваши приоритеты – это профиль правового сопровождения бизнеса и частные правы и бизнес, то есть для вас интересна именно эта сфера. То есть предложенных 8 вопросов вы можете выбрать один вопрос по гражданскому праву, второй вопрос по предпринимательскому праву. То есть выбор ваших вопросов, он ориентирован именно на ваши интересы, на интересы наших абитуриентов, чтобы они могли выбрать ту область, с которой они лучше всего знакомы. И потом уже, исходя из суммы баллов за оба вопроса, вы получаете итоговый балл, и с этим итоговым баллом, исходя из этого итогового балла, составляются конкурсные списки. И первые абитуриенты, первые списки, набравшие максимальное количество баллов, они, соответственно, могут претендовать на бюджетные места, если затем принесут в приемную комиссию оригинал диплома о высшем образовании. Поэтому повторюсь, вступительное испытание – это письменный экзамен, программа вступительного испытания есть на сайте приемной комиссии, можете с ней ознакомиться. Вступительное испытание – это письменный ответ на два вопроса из восьми предложенных в билете. Вопросы вы выбираете, исходя из тех профилей, которые вам наиболее интересны. Благодарю. Хорошо, программу можно найти на сайте, а вопросы для поступления? Также содержатся в программе вступительного испытания. То есть там вы найдете и те темы, которые нужно вам рассмотреть для подготовки к экзамену, и сам перечень вопросов в программе также имеется. Но отмечу, что все-таки вы поступаете в магистратуру юридического факультета, поэтому требования к ответу будут соответствующие. Для того, чтобы получить максимальный балл, при ответе на вступительное испытание, при ответе на письменный экзамен, вам нужно показать не только свое знание конкретного вопроса, но и очень важно сделать акцент на своих собственных обсуждениях, на своей собственной точке зрения, аргументировать свою точку зрения, также показать знание правоприменительной практики по данному вопросу и знание вами теории соответствующего вопроса. На этом моменте тоже, пожалуйста, сакцентируйте свое внимание, потому что часто баллы снижаются, именно потому что не продемонстрирована собственная точка зрения, или абитуриент не показал знание теории или правоприменительной практики. Благодарю. А для участников и в том числе обязательно для призеров Всероссийской Олимпиады «Я профессионал» для таких ребят, поступающих в магистратуру, предусмотрены какие-то льготы? То есть также правилами приема Казанского федерального университета предусмотрены особые нормы об учете индивидуальных достижений. И в соответствии с данными правилами, победители Олимпиады «Я профессионал» по решению экзаменационной комиссии согласие самого абитуриента могут претендовать на получение максимального балла по результатам вступительного испытания. Замечательно. В таком случае следующий вопрос касательно документации. Когда принимаются документы на обучение в магистратуре? Документы начинают приниматься с 20 июня по 25 июля включительно. В рамках контрольных цифр приема. В рамках контрольных цифр приема. То есть если вы планируете поступать на бюджет, то вам необходимо уложиться в данные сроки. Если вы подадите 26 июля, то соответственно на бюджет вы уже претендовать не сможете. То есть у нас установлены сроки приема документов. Это сроки в рамках контрольных цифр приема. Это проще, если сказать, для бюджета. Поэтому с 20 июня по 25 июля принимаются документы о тех, кто претендует на бюджетное место, кто хочет обучаться на бюджете. А уже после 25 июля, мы безусловно документы также принимаем, там вплоть до конца августа идет прием документов. Но после 25 июля, если вы подадите документы, то сможете претендовать только на места с договорной оплатой. А так, с 20 июня через сайт абитуриент.кпу.ру, о чем уже было ранее озвучено Юлией Николаевной, можете подавать документы. В каком формате предусмотрено заочное обучение? Есть ли заочка и как она проходит? Форма обучения в магистратуре – это очная и заочная. Сразу про две формы обучения таким образом расскажу. Ну, очная форма обучения. Мы понимаем, что это магистратура, что это обучающиеся уже с высшим образованием, и многие уже работают. Поэтому, конечно, мы стараемся максимально подстраивать свой учебный процесс под запросы наших магистрантов. Обучение по очной форме проводится в вечернее время, пара в 17.50 у нас, и в 19.30. Что касается заочной формы, заочная форма тоже есть. Два раза в год предусмотрена сессия. Обычно они у нас проводятся в январе и в июне, то есть в каникулярный период для очной формы обучения. Для очников две пары в день обычно мы проводим. Для заочников, так как они обучаются примерно по 3-4 недели каждую сессию, там, понятное дело, учебный процесс, он немножко интенсивнее, и в день может быть и 4 пары, например. Вот мы ненадолго остановимся на очных студентах. Предоставляется ли магистрантам общежитие? Если да, то где? Магистрантам очной формы обучения предоставляется общежитие в студенческом городке. Это на красной позиции, дом 3. Хорошо. Тогда когда начинается учеба у магистров? В какое время оно проходит? И вот сколько часов в день занимает учебу, мы уже установили. А сессия когда проходит? Магистранты начинают у нас обучаться с 1 сентября. Повторюсь, примерно по 2 пары в день мы им ставим, а пара в вечернее время. Сессия здесь у нас, график учебного процесса в этой части мало отличается от бакалавриата. Сессия у нас в январе и в июне. После сессии установлены каникулы в соответствии с правилами. В летний период после сессии обычно идет практика. Про практику тут тоже есть что спросить. Скажите, пожалуйста, где ее проходят магистры и в каком формате особенности именно у магистратуры? Спасибо за вопрос. Здесь что нужно сказать? Контингент магистратуры это либо лица уже с высшим юридическим образованием, которые, как правило, работают в соответствии с направлением подготовки, по которому они обучались. И если они работают в юридических компаниях или в иных организациях на юридических должностях, обычно такой контингент у нас проходит практику по месту работы. Потому что цель практики, она должна соответствовать тем компетенциям, которые для этой практики установлены. И, как правило, место работы позволяет все указанные компетенции покрыть. Для тех же магистрантов, которые не имеют высшего юридического образования, мы всегда помогаем с определением места прохождения практики. Благо, у юридического факультета достаточно прочные контакты, достаточно большая база данных, договоров с местами прохождения практик. Это и госструктуры, это и крупные работодатели региона, это и крупные юридические компании. И в случае, если у магистранта возникнут проблемы с местом прохождения практики, например, он не работает сейчас в сфере юриспруденции или не работает в принципе, то мы помогаем ему определить наиболее оптимальное место прохождения практики. Также одним из мест прохождения практики может быть юридическая клиника, юридического факультета, которая является одним из структурных подразделений нашего факультета. И в рамках юридической клиники, которая тоже, кстати, очень пользуется популярностью среди магистрантов, которые не имеют первого юридического образования, в рамках юридической клиники магистранты могут оказывать правую помощь гражданам. Тоже им всегда бывает очень интересный подобный вид работ. Поэтому, опять же, подводя итог сказанному, понимая, что многие магистранты уже работают, и что они в период прохождения практики нет им смысла посещать другие организации, конечно, мы стараемся сделать так, чтобы местом прохождения практики стало их место работы. И для большинства магистрантов поэтому практика каких-то проблем не вызывает. И единственное, что помимо практик, которые направлены на получение каких-то профессиональных знаний, у нас также проводится педагогическая практика в соответствии с видами деятельности, которую мы готовим, эта практика проходит на базе университета. Спасибо. И напоследок, на сладко остался вопрос про стипендии. Предусмотрены ли стипендии для магистров? Да, для магистров очной формы, которые обучаются на бюджетной основе, предусмотрены стипендии. Также наши магистранты могут претендовать и получают иные стипендии. Это и стипендии правительства, президента, а стипендии Оксфордского фонда. То есть здесь каких-то исключений для магистратуры не делается. Благодарю вас. Сейчас я взгляну в наш чат. В чате нет вопросов, все понятно, все доступно объяснили. Я думаю, мы можем подводить итоги нашей сегодняшней встречи. Мы постарались вам вкратце подробно осветить основные нюансы поступления в магистратуре юридического факультета, перечислить те магистрские программы, которые мы вам готовы предложить. Также отметим, что всю информацию, которая вас интересует, вы можете увидеть и на нашем сайте юридического факультета. Отдельная вкладка есть в магистратуру. Также у нас есть группа ВКонтакте. Мы всегда в период приемной кампании на связи, всегда готовы вам ответить на все ваши вопросы. Также, если у вас есть какие-то сомнения относительно выбора какого-то профиля, вы не уверены, какое область знаний вам подойдет, тоже можете нам написать, мы вас проконсультируем. Будем рады вас видеть. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо. 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 Спасибо.